По легенде занятия террористы заминировали судно. Есть угроза взрыва в любую минуту. И справиться с непростой задачей. Найти и обезвредить бомбу отправляются водолазы-разведчики. Выдвинулась группа поиска, которая обнаружила взрывное устройство. Засняли его на камеру. Квалифицировать его как какой-либо вид инженерных боеприпасов не представилось возможно, так как оно самодельное. Были замерены его высота, ширина, долгота. Предмет у нас был круглой формы, по высоте примерно 15 сантиметров. Сейчас проводятся расчеты взрывчатого вещества, которое необходимо для того, чтобы его уничтожить. Была подработка учебных вопросов, поиск, обнаружение, знышкоджение обвуховых пристроев. А также новое снаряжение, которое на этот ряд поставили. Это гидрокомбинезоны сухого типа, также полнолицевые маски. Оно все новое, поэтому наши ребята, которые наиболее подготовлены, сегодня занимались заодно и обкаткой, проверкой этого снаряжения. Антитеррор – одна из главных задач подразделения. Потому отработка нейтрализации террористов и освобождение заложников здесь привычные будни. На этот раз спецназу требовалось спасти заложника, которого удерживали террористы в каюте судна. Решено атаковать преступников двумя группами. Одна врывается в двери, другая действует через иллюминаторы. Выглядит это эффектно и очень шумно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Штурмовая группа Потому восстановить связь с сушей теперь тоже задача освободителей. И выполнили ее спецназовцы с помощью новейшей радиостанции «Харрис» американского производства. Она способна передавать защищенный сигнал цифровой связи. Остальное – секрет. Дальний звезд курс выше тысячи километров. Больше ничего не можно рассказать про радиостанции. Подобные занятия – это лишь часть еженедельных тренировок спецназа. В программе подготовки бойцов – тактическая медицина, парашютно-десантная подготовка, рукопашный бой и многое другое. Отряд находится в постоянной боевой готовности. Часть личного состава имеет боевой опыт АТО. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Атолий, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Продолжение следует...